ну хоть чуть-чуть укусить если будешь шиш-кебаб марка за дагестанцев за весь народ отвечать спасибо нифига себе вы смотрящий тут начинают чем-то пахнуть вот такие вот воздухе витать бутылка водки шрам вижу всем привет дорогие друзья ну что ж настало время очередного социального эксперимента сегодня мы будем проводить необычный эксперимент вам наверное интересно каким это будет способом сделано до способы будут разные но самый основной способ будет мой человек будет подходить к бестонку давать ему еды кого с чего ты взял просто хочу с деньгами постоять нравится мне мой человек будет подходить давать ему еду после этого я буду подходить буду спрашивать у него покушать и вот очень интересно поделится ли он со своей едой или нет или захочет есть в одно лицо очень интересно посмотреть на эмоции человека когда он за свое доброе действие получит денежки не забудьте поставить лайк этому видео написать комментарий если на этом ролике наберется 50 тысяч лайков я сниму для вас просто великолепный ролик обещаю но мы начинаем вкусная бороженка не поделитесь но хоть чуть-чуть укусить укусить можно нашли бы претендента он там сидит бездомный мужичок я думаю сейчас наш человек подойдет ему пирожок даст ему его проверим насколько он щедрый сейчас я потихонечку подойду устал что-то уважаемый можно присесть до дачу то притомился ходил много сегодня еду ищи что-то никто не дает голодный как собака вообще и угостишь ваш письмене на мне буквально браха человек пришел угостил тебе дали только короче сегодня целый день хожу иди ел вообще ничего кормежка что-то не приезжает вообще ну ладно бог не ел делиться возьмите если не вред будете спасибо большое а почему решили поделиться то воспитали такое я в большой семье это раз но она говорила поделись человеком если он реально попросил покушать культурно-воспитанный сдачи да интересно как тогда такие культурные люди тут оказываются как звать федор федор спасибо тебе большое за твой добрый поступок да с чего тебе могу сказать федор я тоже тут не просто так пришел и хотел тебя отблагодарить ты мне дал вот такую котлету да а я тебе даю вот такую ничего себе это все настоящие конечно обалдеть это все мне конечно федор и такое бывает вообще бывает просто реально куда потратите то столько денег ну я думаю первую очередь я переоденусь так вот потом скажу в кинотеатр давно не был сырак да посмотрю какой-нибудь новый фильм ребят угощу куплю по мне там их пара-тройка хороших ребят знакомых а вообще их бога но я так привет привет до свидания был пирожок куплю по-любому это как бы не проблема в общем спасибо ваш за ваш достойный поступок он моменте был увеличен и отблагодарен вот так материализовался вот у меня в руках и передан вам я чуть говоря в шоке так то деньги настоящие можете проверить кушайте спасибо спасибо федор спасибо 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 за ваше доброе сердце очень спасибо федор мне прямо даже интересно стало проследить за федором куда эти все деньги потратил меня тогда обманул кстати ты стал то я да я думаю что вы смотри руки у тебя пухли это значит что начинается цирроз печени как обычно брат вруча натуре ты единственный помочь давайте это шурмы возьму а пойдем смотри это это лучше алкоголя пирожки картошечкой вы только не пейте ладно и дышать не менее есть есть надо чё если будешь я буду стоять брал складно главное все все я тебе говорю я тебе помог пирожочком проходил биба увидел тут столько напитков захотел узнать чьи они дадут ли попить интересно дедушки рашиду или скажет нету не знаете чья вода можно брать можно да давай унесем а давай унесем ну берите сколько хотите давай вместе и один-то не утащу вместе возьмем попить попить просто поставили дичей да и наверное наверное да наверно да все разрежьте берите сколько надо это как это коммунизм коммунизм конечно кто грузить будет ищу я без понятия вообще делу не вообще далеки от этого разгрузить надо кого а вот не мы из той темы отец извини ты же меня знаешь да какие ты поступки делаешь в эту жизнь я твоя совесть я строительника ты справился после того дня который ты меня туда бросил до после этого приехал мой брать так ты меня вообще на весь этот мир поставил туда а как тогда было поставил подожди за твой поступок грязный поставил ты здесь стоит кто я рашид рашид конечно но ты же по имени туда кинул так ты сначала меня кинул а потом я тебя кидал вдвойде понимаешь потом в двойде не нормально короче после после этого приехал мой брат так и из дома приехал прилетел и меня он тут закрыл туда так опера так меня забрали домой мата у меня когда она увидела все для рашид я местами местами тебе благодарен да меня поругали все сделали значит и стал на путь исправления правильно да молодец сейчас ко мне подходил человек который пытался меня в одном из роликов обокрасть но я ему там дал отпор и насколько вы слышали к нему приезжал брат забрал его и отправил домой заточение и вот при человек сказал что я тебе благодарен за то что это сделал классно значит встал на путь истинные исправления мужики дача убирать будем убирать будем как а чё это все так говорят но надо убирать дороги это распальцовка серьезно у него интересно что дабы говорит уважаем где вы ходите мы вас ждем тут все чего где ходите говорю мало что ждем все а я тут причем а ладно привет мужики почем такси до таганки а до таганки почем для вас бесплатно мне он погрузить надо вон сюда у меня же не влезет так вас много я повез бы но у меня не влезет не влезет а грузового дед не грузового у меня нет думаю сейчас куда это все деть сумку 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 не варят не влезет не влезет влезет сумки вот деньги лежат полная сумка деле куда для фанты не вариант здрасте а это что зачем я так хочу помочь можно да не даду у меня все в порядке вот у меня нормально все с бабками вот вы не переживайте по мне что где-то не возьмете 100 рублей да нет так вот же я говорю вот вот так а вы их раздаете смотрите сколько конечно а вы мне деньги суете ну спасибо вам спасибо спасибо что подошли у меня вот еще кола кстати есть ха 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 молодец девушка за то что подошла хотел помочь владец извините уважаемый и угостите можно да спасибо почему решили поделиться я поделюсь со мной тоже так вот мир от всего снего держите что такое деньги зачем вы со мной поделились я с вами поделился вот это вы меня от бога удивили да да где руку потеряли на северах на северах от души дай бог вам здоровья спасибо вам за вашу помощь огромное спасибо держите шурмок держите я уже это не могу я обратно не не беру 8 ребят мужик немножко охерел что я ему почонку закинул немножко шоке был есть будешь аркала рашид а баркала баркала как баркала говорю баркала шиш-кебаб баркала я знаешь народ то есть у меня туда кинул и за мной брат приехал меня забрал домой да я знаю это я говорю что через бедро как кинул понимаешь баркала о чем ты говоришь то какая баркала абракадабра а не баркала это твоя программа оба обрака обрака да ну а я буду баркала это спасибо по-аварски ну а товарец на шурму съешь эти сотку дам здесь да ну только с ними не снимаешь нет на я у тебя не прошу все держи на баркала давай больше не шали только ладжо хорошо все давай что могу сказать я немного удивлен то что вот бездомный да еще и без руки решил поделиться со мной еще просто вот в моменте сразу и был моментально от благодарен просто сразу ушел куда-то наверное испугался то что у него деньги отнимут но сами понимаете здесь на локзале такие люди сами все видели уважай бы это ваши надо убирать деньги заплатить сколько 200 рублей это фальшивый где какие фальшивые я посмотрю не в руки не дают никому а смотрю прочитаю мне зачем вот из рук из рук чё там написано вот билет банка россии 100 рублей вот это убрал но так хочу но с той стороны тоже покажи мне зачем ты мне обманываешь чем ты мне не ври чем врать ты я деньги показал с другой стороны деньги и с другой стороны показал не показал покажи мне нормально водяные знаки все есть все присутствует зачем сюда дай я посмотрю смотри 100 рублей конечно остальные все такие же да ну естественно я что тут дурочку что ли играю ну дай денег я уберу так начальника надо ждать начальник я а вы так убирайте сначала потом плачу сначала надо убрать я дай деньги я уберу так сначала работа деньги потом стулья это фильм не или где сначала надо какую-то работу сделать а потом уже я заплачу ты сейчас заберешь и кинешь меня я же с тобой рядом стою они мои работники проходим деньги должен а к дяди здесь я им звоню и все дай мне денег не дай денег мне я сейчас все уберу я вам к нему сейчас подойду он то стележка посерьезнее будет конечно конечно вот один я к нему сейчас обращусь он уберет убрать надо за 300 рублей вот надо перекидать 300 рублей а за сколько тысяч рублей за 1000 рублей перенескаешь конечно дай-ка 1000 рублей давай сначала покажи что ты хотя бы поднять ты можешь сначала деньги потом того так это что мой товар ты говоришь это мой товар так грузи тогда но грузите деньгами а я тебе деньгами потом грузовой день ты сначала груза не эти потом деньги отдал я же никуда не делась я тут стою от откуда знаю тебя а ты меня тоже самое да правильно ну конечно вот сейчас я принесу давай ну кого его было удивление когда он эти пачки денег увидел глаза-то загорелись сразу где где ходишь то мы тебя ждем тут разгружать надо что вот заносить магазин я не работе там как не работаешь как зовут мурат вот сказали мурат подойдет и должен разгрузить ты же мурат нет а я думал сова ну чё ну берите берите чем жалко взяли уже нет вы смотрящий взял бери за 5 пить будете что пить будете что лимонад не спасибо не будете столько а если бы другой что-то предложил то давай наливай ну чё брать то будем это ваша вот это это а вон шляпа там лежит ваша как он шляпали зачем она мне понял здравствуйте уважаемый берел все дичо голодный как собака никто ничего не дает вот такие вот у нас пожалуйста реалия спасибо а сам я эту даем не хватит это выкушайте а почему вы решили поделиться со мной я человек такой я не буду доедать тогда человека вижу что голодный как звать вас я нет спасибо большое леонид я сейчас то удивлен вашим поступком ну и вы наверно моим будете удивлены тоже это честно это вам дай бог что на что потратить на езду и на жену на жену которая болеет и я операцию сделали прошлом году я заплатил двести восемьдесят пять тысяч честное слово и богу офигеть вообще двести восемьдесят пять тысяч заплатил за операцию а сейчас на улице сейчас осложнение у нее будет спасибо спасибо нифига себе добрые люди тут ходят делятся все рашид рашид меня зовут татарин до рассчитать откуда башкирия я пермский сам ну вот значит нашли друг друга спасибо за пирожок а как тут оказался я работал у одного еврея я 2000 долларов домой отправлял каждый месяц в сауну ходил каждую неделю поменялась вот эти времена с коронавирусом меня забрали первую инфекционную больницу полежал там никакого коронавируса ничего нету а с работой вот так повернулось данное время работаю копейки йога сейчас куда пойдете у земляка ночую здесь так я побегу тогда спасибо за ваше доброе сердце вам спасибо спасибо жалко человека на самом деле на операцию горит потратил двести восемьдесят пять тысяч чтобы жене помочь и эти деньги как раз ему понадобится идет идет а пока 300 рублей ничего пока пока работа ты не сделал да пока вот пока 300 рублей что я рабочему отдал он кушать так пусть придет не он придет 300 300 рублей дай он начинает работать честно честно 300 рублей чуть-чуть деньги так ты же обманываешь я не обманываю тебя застаю как тебе а вы это сами будете грузить да почему застаю 300 рублей а куда грузить то будет магазин заводит надо сначала завести потом деньги подойти для начала же надо деньги 300 рублей чуть так это замануха какая-то я чувствую что тут тут начинают чем-то пахнуть вот такие вот в воздухе витать я-то деньги да деньги не проблема перейти до 300 рублей до хоть 300 тысяч это не проблема надо сначала работу показать ну покажу работу пока же он сейчас дает 300 рублей еще так ты пойдешь топьешь сейчас жанну ты чё говоришь это для товара по-любому здесь не будет мы его уберем надо сначала показать работу какую-то покажите работу получаете обман лучшего предоплату ты лучше вот 300 рублей отдать и все разговор закончится зачем много разговаривать а потом остальные деньги отдадим они тоже просто так не работают но это точно не развод вам дай 300 рублей я им даю 300 рублей они начинают работу начинают да да вот и уверен я отвечаю за свои слова чайда 500 мнение 300 мы договорились за 300 отвечаю за свои слова как звать магомед прям в ответе в ответе убирать да не чё-то чё-то не знаю как будто вот недоверие какой-то как передает он чай 5-10 деньги даю они начинают работа таскать начинают они начинают таскать а сколько человек будет таскать 3 жила так я переживаю ты же не могу дать 300 рублей тут люди такие начинаем работать дай 300 рублей люди понимаешь что я понимаю все дай 300 рублей тут же кидают на каждую шагу ладно магомед уверен но чё-то душа не лежит вот я хочу дать то не могу чувствуешь сюда 300 рублей я этом ребята модель начинает работать ты же стоять через пять минут я сюда подойду серьезно то серьезно говорю вот вот хочется тебе дать и что-то что-то не знаю хочется тебе доверить откуда ты родом могу старую откуда рода дагестан аж дагестана дагестан не обманывай никогда не обманывай надо убирать дай 300 рублей все дагестанцы за дагестанцев за весь народ отвечать что придешь отвечу держи за весь дагестанский народ магомед здесь стой давай давай по 100 рублей а им отдаю все боговец приходит и убираем да все я жду давай давай ребята вы понимаете что магомед за 300 рублей сделал ставку в целый дагестан в целую нацию ох иду давайте проверим придет он или нет ответ то я уже понимаю да все-таки захотелось проверить человек ага за угол ушел а дагестанец как вы понимаете ушел с концами мужиком буду сейчас приведу но я все-таки вы дал эти деньги для того чтобы удостовериться в его честности но как вы видите результат вот таков он печальный но он такой есть за что с миром все ты хочешь ящиками делать с бутылками я еще кто главный тисточку зачем тебе главное попить хочется победить не купил он магазине так делаешь попросить хотя бы попросить вон иди там столовая внизу там есть так у них же много там кран пацаны ваши 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 хочу я не знаю чуть разгрузить надо бы ну давай чего-то платишь да а сколько ну сколько запросить на безда сколько скажешь ну сколько дашь равно рублей 100 рублей до 200 тарис бутылка водки и прям разгрузить но деньги сначала до давать да нет сначала разгрузим давай чем а спроси там вон там зайди супермаркет потому что меня это надоело уже супермаркет зайди скажи я грузить пришел да да заходи да ладно мы сейчас накинем этот мужик пошел в магазин спрашивать чей товар возможно мы сейчас подходим к кульминации но кстати он единственный оказался кто захотел помочь помочь решить проблему который очень волнует дедушку рашиды чья же вот это вот все чье это все ноча держи это это за то что ты узнал понял пятихаточка тебе все ты молодец ты единственный кто решил помочь и не обманул по-братски лишь какая легкая работа быть честно выгодно же да смотри ты ничего не сделал вроде когда но уже что-то заработал как она не выработника искали да вот он был он уже все нашелся работе вот все нашел уже он уже все помог все давай как как зовут-то тебя откуда ты виталий с мордови виталик с мордови давай саранска торбеева давай давай виталик а кто прислал давай парнишки сказать работника искали как выглядел такой среднем возрасте так он заплатил вам не так это ему деньги уже дал за работу да и он вам должен был отдать конечно чё надо сделать даже все решили уже решили деньги у него возьмите главное то вашу долю тоже кто мужик сказал это помочь корча с вами с вами договорить так у него деньги ты заберите потому что деньги то были заложены а так с вами напрямую можем договориться да уже все помог мне уже спасибо ребят помочь что можем понять кинка я там военный понимаешь нет у меня откуда вы я воевали донбасс сирия за кавказе какие года начиная с 2014 на донбассе и сейчас тоже были конечно был и как там а сейчас это немножко заливаете на немножко выпиваю потому что мне боль у меня осколочное ранение позвоночника я через рамку прохожу у меня по можешь показать чем не раздеваться что ли просто интересно что за ранение то осколочные скажи я просто не будете перед тобой раздеваться 1000 рублей и ты показываешь ранение хорошо согласен да смотри сюда так позвоночники видишь шрам вижу все базара что ли какой-то вас нет я никогда не на я никогда не вру пол да все молодец просто проверил обязанность такая вот нашел уже ребят я конечно ты хочешь пацану под мог под них хорошее дело подвести почему а легально что легально я уже оплатила это твои ящики нет но я считаю вашего сказали можно брать вначале самым вы сами сказали да ради бога хоть и забирай так вот забирай нафиг вот вот ты не поверил мне в а как вам верить когда я вообще майор если так как фамилия офицера юбильянов юбильянов да сколько лет вам майор все пять два дня здесь так у меня украли телефон там была сим-карта так и сбербанковская карта так восстановить можно же все вот пошел сказали до понедельника ждать я как бомж говорю учебнику вожу один так хостел можно зайти было снять паспорт они потеряли паспорт все вот сейчас деньги есть нету ну вот же я дал ну вы дали да это за то что я вам показал что я не вру я никогда не вру вот найти за свою честноту вы заработали что майор все сделать будете теска да еще найду может тысячу и уеду дам ну ну и поеду к жене на тысячу прям сейчас да она еще тысяч а вот такая билла а билет сколько стоит 2800 это куда но я хочу поехать . а билет уже не должен вот с осколком все в порядке я увидел сам своими глазами а здесь то на камазе то на автобусе это что-то не то если ты знал как добирался ты бы сразу застелил понимаешь нету а ты что делаешь ты думаешь я глуп и не понимаю и ты не глупый конечно ящина водящих вопросов эти наводящих вопросу знаешь сколько задал уже и по ним я вот так вот прошел понимаешь плохо что мне телефона я где просто показал в ход и чтоб ты быстрее поверил ну вот был бы телефон к сожалению нет телефона был в апельсин я с тобой тоже поделился знаешь но нет апельсина но ничего ты же майор ты же воин найдешь найдешь покажи что ты мужик раздобуть денег просто за вместо бутылочки водки мог билет купить давай давай не получилось развести дальше ладно ребят и так я тысячи рублей ну просто чтобы помочь дал был у нее какой-то там шрам но не знаю осколочные это ранение или нет все-таки есть сомнения что это действительно майор это кстати еще дагестанец вот тот по их прислал чтобы они меня развели вот так вот еще вот вдобавок извините уважай бы дизайн это как-нибудь а держался дичо целый день никто не дает и все поделюсь с тобой вот возьми а почему а почему мне так много далее сама решили значит так просто помочь откуда вы абдулла вы не из россии как я понял да пока нет пока нет в обдулла конечно меня удивили но я вас тоже таком случае удивлю это деньги обдулла не ворованные давайте спасибо да что потратите покушать куплю тут же много в актере куплю одежды да ну все давайте абдулла видим ребят перепугался немного и решил уйти поступок его конечно добр оставил весь пирожок сам практически день ел но интересный такой мужичок ну на самом деле я сегодня много таких людей встречал которые решили поделиться со мной пирожочком но и были другие личности которые которые так и норовили меня обмануть но не без этого как и везде тут есть и хорошие люди и плохие со своими какими-то помощными грязными также есть и добрые которые готовы помогать друг другу такой вот получился у нас социальный эксперимент я надеюсь вам этот формат нравится и вы хотите увидеть продолжение и сюда то покажите соответственно ваша активность и я сделаю для вас что-то очень интересное 50 тысяч лайков и можем удвоить бюджет и можем как-то поинтереснее это все сделать или можем других каких-то людей проверить можете написать в комментариях кого но с вами был дед рашид он же абракадабра всем успехов и пока удачи